Жители Нижневартовска теряют урожай. Картошку и морковку вартовчане хранят в овощехранилищах. Но подвалы в самом центре города топят грунтовые воды. Раньше с таким временным положением можно было мириться, но с годами ситуация становится только хуже. Вода буквально вытесняет людей из их кладовых. Многие ячейки уже брошены, хранить в них запасы невозможно. Осложняет ситуацию то, что у пользователей оформлены права собственности, а люди жалеют потраченных денег и хотят добиться справедливости. В мокром деле разбирался Алексей Шабанов. Вода, вода сюда выходит. Вот сейчас перестала, он булькать еще, вот здесь вот булькала, вот здесь. Из-под земли выходит. В этом овощехранилище буквально бьют ключи и звенят ручьи. А чтобы добраться до заветных ячеек, порой приходится надевать болотные сапоги. Иначе сухим не доберешься. Какие проблемы? А какие проблемы? Вот теперь каждый год ходим в сапогах. Вот это один из коридоров Низневартовских подземелья. Сегодня по деревянным мосткам можно пройтись даже в туфлях. А еще вчера, говорят те, кто арендул здесь ячейки, иначе как в резиновых сапогах пробраться было нельзя. Уровень воды стоял 25 сантиметров. Вода вот здесь плещется из трубы. Это работает помпа, она откачивает воду из ямы, но выводит ее почему-то не наверх, на улицу, а сюда же в коридор. Кооператив «Росич», к которому относятся хранилища, находится почти в центре Нижневартовска. Поэтому в свое время ячейки здесь покупали активно и задорого. Маргарите Кушнир ее хранилище досталось за 60 тысяч рублей. Теперь она думает, что делать с этой подмоченной недвижимостью. А куда нам бежать-то? Нам бежать-то некуда. Где мы купим то же самое? Здесь 300 с лишним ячеек. Каждая вот стоит так, члены кооператива. Впрочем, некоторые уже голосуют ногами. Использовать ячейки почти бессмысленно. Припасы мокнут и гниют в подтопленных ямах. А вот это, обратите внимание, уже брошенная ячейка. То есть здесь перекрытие сломанное. Таких здесь по коридорам уже несколько мы встречали. И обратите внимание, даже ставили соленья люди. Видно, испортились от ценности. Воду постоянно откачивают, но она возвращается назад, потому что ей некуда уходить. Страдает не только хранилище, но и находящееся рядом гаражи. Довольны такой ситуацией только дети. Внуку очень нравится на велосипеде кататься. Пока сапоги полной воды не наберем, не уезжаем отсюда. Рады бы помочь, да бессильны. Администрация гаражно-строительного кооператива только своими ресурсами проблему решить не может. А потопы связываются с строительством, которое завершилось два года назад. При строительстве доходного дома и при строительстве вот этой прилегающей автостоянки, на этом месте, где была автостоянка, было болото. Болото было, кстати, даже очень с прозрачной водой и с ключами. Здесь была неправильно произведена вытарфовка, ее вообще не было. Здесь просто отсыпанная автостоянка, засыпанная. Вся вот эта вода и вот эти ключи, которые били в этом болотце, они куда им деваться? Стесненная новыми обстоятельствами, вода нашла выход и устремилась в образовавшуюся низину. Куда ей идти? Ну куда ей идти в воде? Здесь должна была быть предусмотрена обязательно ливневая канализация. Я говорю, может быть, эмоционально, естественно, потому что это боль. Люди приходят, кричат, плачут. У нас всегда было сухо. Остается надежда на ливневую канализацию строящейся окружной больницы. Построить дренажную систему собственными силами нереально. Администрация же готова помогать в крайнем случае. Если на территории города возникнет угроза жизни и здоровью граждан, то, конечно, мы подключимся к решению данного вопроса. Поскольку эти помещения используются как помощь хранилища, то непосредственно за содержанием и обслуживанием необходимо обращаться к председателю либо к иному ответственному лицу. В итоге главными потерпевшими оказываются собственники. Им пользоваться хранилищами порой невозможно. Придется бросить. А зачем она такая нужна, если вот так будет постоянно гнить? То есть вы готовы бросить? Готовы бросить и что-то попробовать купить другое. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижнего Артаска.